Итоги недели с Николаем Сванидзе Прямо по коррупции на дорогах Про которую все знают Все участники процесса Водители, менты и так далее Действительно она была всегда Она была всегда Когда появились дороги Появилась коррупция Появились они при монголах Как известно Тогда же и коррупция появилась Тем не менее мы видим Вот такая вот история Потом мы видим Колоссальные дачи Деньги спикера парламента Переписанные на родственников Но вот мы до этого еще дойдем Расследование про Володина Которое было опубликовано Вот это мы видим Каждый день мы видим Не разовый случай А системный случай То-то там Захарченко Еще один мент из Воронежа Кстати говоря Погорел зам главы ГИБДД По Воронежу С 22 квартирами Вот это вот мы видим Мы видим там высокую смертность Сокрытие реальных цифр по ковиду Причем довольно глупое Мы это обсуждали Сейчас в ютуб трансляции Глупое в смысле неразумное Ну глупое неразумное Да Но с другой стороны Идучее против интересов власти И против интересов государства И страны Да Как и многие нас поддерживают Слушатели Которые говорят о том Что если бы объявили Сейчас реальные цифры Вот эти 30 миллионов То соответственно Тогда больше было бы Желающих привиться Но могло выясниться Что не хватает вакцин Тогда Особенно всему Их не хватает С учетом того Что я привак еще выпал А поэтому Нужно импортировать Другие вакцины Да На это мы не готовы Вопрос Много завязок Как Что же это за государство То такое Фактически неперекрытые Схемы коррупции Обогащения Что делать Почему об этом не говорит Ни Прилепин Ни Зюганов Они обсуждают Знаете у нашего государства Одна характеристика Которая многим покажется Удивительной Парадоксальной Но она главная У нас очень слабое государство Потому что сила государства Она не в кнуте Она в возможности Сделать так Чтобы оно нормально функционировало Если оно функционирует И нормально Значит оно слабое Оно не в кнуте И не в боеголовках Кнут это против Так сказать Внутренних противников Боеголовки Против потенциальных Внешних противников Но государство Государство Оно основано не на том Что оно все время Драться Бороться И сражаться Оно должно функционировать В ежедневном Будничном Мирном режиме Если это функционирование Не удается Значит оно слабое Плохое государство Неэффективное Но мы видим Что у нас государство При этом У нее есть Боеголовки Ладно Они должны быть В этом их смысл Они должны Они должны Присоцировать Это атрибут Их не отменял Никто Просто Это Просто это не главное Денег много Стабильная Финансовая система Разные Это разные вещи Много денег Стабильная Финансовая система Это не одно и то же Я не уверен Что она стабильная Денег много Да у кого Только много денег Нет я в данном случае Не про экономику Говорю А именно про финансовую систему Ну рубль Более-менее стабилен Он возможно Недооценен Но это там Другой разговор Деньги есть Фонды благосостояния Судя по Несправедливости Огромной Мы здесь лидируем В мире Несправедливости Распределения Средств У нас финансовая система Не очень здоровая Если у нас Такая колоссальная Я повторяю Рекордная В мире Разница Между Элитой Суперэлитой Немногочисленной И огромной части Населения Мы опережаем Кого угодно Здесь Америка отдыхает Значит у нас Не очень Правильная Финансовая система В том числе Финансовая В том числе Финансовая А каков Финал Такого Зачастую Абсурдистского Живущего Вне закона И с колоссальным Расслоением Населения Государства Ну я не хочу Финал наступает Всегда Я не хочу Какие-то Так сказать Драматические Тем более Трагические Прогнозы Финал Наступает Вообще Всегда У всех Людей У государства Рим Пал Как известно Византия Пала Вот Пушкин Китайцы Не пали Пушкин Умер Лермонтов Умер Китайцы Не пали Китайцы Не пали Индийцы Не пали Да Да Ну Поэтому Кто Кто Как Кто Как Это может Про Советский Союз Спал Очень быстро По историческим меркам Просто Стремительно Если мы пойдем Такими темпами То У нас будет Скажем так Очень трудная Судьба Как государство Очень трудная Хорошо Так Жаль ГИБДДшники Не пошел Тем более Что мы Очень большие По территории И очень В общем Маленькие По населению Среда Николай Президент Путин Знаете Я вообще Задумался Не знаю Ловили вы себя На такой мысли Что Слово Путин Которое Давно Стало Нарицательным Для меня Уже А не Обозначающим Конкретного Человека Оно Наверное Самое Часто Встречавшееся Слово Которое Я произносил В своей жизни Не мама Не папа Не школа Не яблоко А именно Путин Это немножко Меня начало Напрягать Я предлагаю вам Такой вариант У меня любимый сериал Игра престолов Когда упоминают Короля Говорят Доправит он Долго Каждый раз Когда упоминаем Путин Доправит он Долго Путин Доправит он Долго Давайте так А потом же Говорим Все что думаем Давайте попробуем Попробуем Таким образом Мы разбавим Количество слов Которые регулярно Употребляют Естественно Мы просто добавим И докажем Свою лояльность Которая На самом деле Имеет место Сто процентов Законопослушные граждане В незаконопослушные страны Это довольно странно Да Может быть лучше Это тоже плохо Кстати Нужно быть С большинством Это сто процентов Я с вами согласен Итак Среда Николай Кадж Президент Владимир Путин Доправит он Долго Доправит он Долго Заявил что необходимо Следить за правами Россиян Доживут они Долго Которые не могут Сделать прививку От ковид-19 Из-за противопоказаний Добавил президент Доправит он Долго Здесь нужно безусловно Следить за правами Тех людей Которые озабочены Этой компанией В связи с имеющими У них хроническими Заболеваниями Которые не дают Возможности Поставить Это прививку Сказал Путин На совещании с правительством Насколько я понимаю Ситуацию Что подавляющее Большинство тех Кто не делает прививку Или покупает Липовые сертификаты Это цветет пышным цветом Это люди Не имеющие Противопоказаний С противопоказаний Все более-менее ясно По поводу сертификатов Буквально только что Коммерсант сообщил о том Что полиция Это некоторые цифры Начали подгонять Полиция с начала года Изъяла в Москве Более 700 Поддельных сертификатов О вакцинации Но на самом деле Это Это первые цифры Счет идет уже на сотни тысяч Я думаю что сейчас Когда допустили в рестораны И кафе Сейчас наверное это будет Сейчас немножко меньше Меньше цениться Вдруг президент Заговорил о правах россиян И именно вот этой категории Которой не прививается Разгадка проста Президент Президент Как всякий опытный политик Играет в популизм Он ни в коем случае Не хочет говорить вещи Которые не понравятся Значительной части населения Поэтому он Он и нашим и вашим Он говорит о том Что нужно прививаться Но ни в коем случае Это не должно Привращаться В принудиловку В обязаловку И это Радует слух в тех И тех Кто считает Что надо прививаться И тех Кто считает Что не надо прививаться Ну это Вопрос следующий Странная ситуация Случилась в Москве Вы вскользь упомянули При всем моем Искреннем Хорошем отношении Сергея Семеновича Странная ситуация Он вводится Что моя версия Жара И можно вынести Все столики и стулья На улицу На свежий воздух А при всем Плохая погода Все Это просто страшный день Страшная неделя Для ресторанного бизнеса Я думаю По всему Поэтому просто С одной стороны Неэффективно С другой Разорительно Было принято решение Отменить это все Чертую бабушку Я думаю Решение правильное Просто оно Не свидетельствует о том Что у нас все хорошо С прививками Оно свидетельствует о том Что у нас плохо С ресторанами Вот это да А с прививками У нас неважно Разумно Так У нас не очень много времени А событий много Николай Галиф В среду Стали известны детали Соглашения США и Германии По Северному потоку Два Это выдается за большую победу Отечественной дипломатии Так она и есть Так она и есть Но тем не менее Значит Американская Можно ли это назвать Победой дипломатии Но в общем Это победа Путина Доправит он долго Да Напоминаю Что американская страна Не будет все-таки Препятствовать завершению Строительства Ну уже фактически Построенного газопровода В территориальных водах Германии АФРГ Возьмет на себя Обязательство По продлению Действующего контракта На транзит Это очень странная ситуация Потому что там Три пункта Которые Должны обеспечить Должна обеспечить Германия Но все они Как бы Ну Это пожелание К немцам Если получится Скажем так Если получится Обеспечить продление Действующего контракта На транзит Российского газа Через территорию Украины Значит В том случае Если Москва Откажется подписывать С Киевом Соответствующий договор И будет использовать Объект деполитического давления Против нее Будут введены санкции Там просто Три пункта У американцев И немцев Если получится То Если получится То Такая странная Для международных отношений Формулировка Здесь у каждой стороны Свой интерес Пиковый Значит Немцы По-видимому Экономически Заинтересованы В этом Раз Два У них теперь По-видимому Такая Позиция Что не нужно На ровном месте А это место Они считают Относительно ровным Злить Нашего вождя С ним нужно Поддерживать Нормальные отношения И держать на расстоянии Это не значит Что дружить Дружить с ним Никто не собирается Играть в обнимашки Держать на дистанции Но держать на дистанции Не раздражая Потому что это опасно Американцы хотят Байден хочет Извиниться Перед Германией За За хамство Трампа Он хочет Налаять отношения С Западной Европой В частности С Германией Это его главная цель То есть это мы воспринимем Как реверанс Для него Не в нашу сторону В сторону Германии Американцы Делают реверанс В сторону Германии А на нас В данном случае Наплевать Байдену Потому что он Будет Сдерживать Путина По другим направлениям По-видимому Своей политики Очень сильно разочарованы Украинцы и поляки Естественно Им здесь обещаны Разные пирожки Если Если Москва Будет обижать Мы обещать Разные Разные Экономические пирожки Но все равно Они очень сильно разочарованы А Кремль Очень сильно обрадован Потому что считает Что это его победа Выглядит действительно Как его победа Просто Переоценивать Не следует Хорошо Так А что Соглашусь Что еще Любопытного Вообще Я думаю Вообще Первый тезис Насчет того Что как немцы Воспринимают сейчас Кремль Они Я думаю Что Байден С ними согласен Судя по итогам Его встречи с Путиным Вот Держать на расстоянии Вытянутой руки Не подпускать Держать на джебе Знаете как Да Длиннорукий боксер Держать на джебе Держать на вытянутой руке Не подпускай близко Но и не собачиться Ну это такая довольно Прагматическая позиция Прагматическая абсолютно Газопровод Фактически построен Да Германии точно нужен газ Санкции Наверное Новые Либо они должны быть Просто экстраординарными Уже Что поставит Мир на грань На грань там Войны Либо Ну а все остальные Уже не очень Не очень-то И действуют А доводить Кремль До истерики Так сказать Это опасно Опасно Да Незачем Значит Четверг Николай Кавлович С вашего позволения Команда Алексея Навального Мы про это вспоминали Выпустил очередной фильм Расследование Главным героем Которого стал спикер Госдумы Единорослав Володин В фильме рассказывается Что фирмы Которые могут принадлежать Его родственникам Получили до 5 миллиардов рублей За счет продажи В Москве Земель Бывшего московского Жирового комбинанта Там много все Про квартиры Про особняки Про все на свете Про все атрибуты Четвертого человека В государстве И не такие еще и Пафосные По сравнению с гаишником Из Ставрополя Значит Ну и так далее Что скажете Вообще Какой резонанс Подобные вещи могут Сейчас никакого Сейчас никакого Володин человек Так сказать Фамилия которого Не столь на слуху В обществе Ну Все это не сильно Поражает воображение Он наоборот Я думаю Я не исключаю Что он даже обрадовался Получив этот материал Увидев его Потому что как бы Он вливается в ряды Тех В отношении которых Это уже сделано Тех там в санкционном списке Да Он такой же Он такой же Не чистенький Чистеньких там не любят Любят замазанных Теперь он тоже Замазанный Слава богу Значит Один из этой Братьи Всем абсолютно Начихать на это У нас коррупция Это такой Краеугольный камень Нашей системы Краеугольный камень И этим никого не удивишь И никого не возмутишь Поэтому Ну что Все Собакилай Караван идет Пойдет дальше То есть обратно Спасибо скажет То есть обратное Вообще бы Даже странно Воспринималось бы Людьми Широкими массами Что за человек Такой пост занимает Такой идиот Не мог себя на самом Заработать А так же у нас сознание Конечно Конечно и не занимал бы Этот пост Потому что он Что за белая ворона Он другим мешает Другим мозолит глаза Мы значит грязненький А ты значит чистенький Да шел бы ты лесом Товарищ хороший Мне Два моих знакомых Занимающих довольно Ответственные посты В сравнении Меня совершенно поразили Я сказал Ты чувак Неправильно понимаешь ситуацию Потому что ты не очень умный Нам Приказ В приказном порядке Приказано Показно Роскошно жить В квартирах Автомобилях И всем остальным Явно несоответствующим доходам Нам приказано воровать Нам приказано Ну как бы да Не воровать не можем Потому что иначе Мы занимаем И свое место И мы становимся опасны Для системы Разумеется Именно то о чем Мы с вами и говорим Человек который не ворует Становится опасен для системы И от него избавляются В том числе И в первую очередь Его сажают Поэтому Когда кого-то сажают За взятки Это вообще не значит Что он самый главный взяточник Я почему об этом заговорю Потому что это удивительно Я говорю Вот пример Там скажем Представьте себе Там советские времена Кто так сказать Из ветеранов Помнит эти времена Из старожилов Там какой-нибудь Там честный человек Приходит там К руководству Какого-нибудь гастронома Ну либо он Либо он становится Частью в этой системе Воровства Либо его сажают Подставляют Подставляют и сажают Николай Карлович Сванидзе В студии Серебряного дождя Мы продолжим Через несколько минут Мы продолжаем Для ютюба И вот как раз К разговору Про Володину Настя из Москвы Написала нам Такое сообщение Вчера тоже смотрела Расследование Про Володина Я сама Из Саратовской области Сейчас живу В Москве Уже 15 лет А родители И родственники Живут в небольшом городке Саратовской области Так вот Они все Реально пойдут Голосовать За Володина И их не переубедить Потому что других денег В регион Не поступает Поэтому хоть и таким путем Но Володин Денег привозят Отремонтировали Бывший дом культуры Открыли кинотеатр Сейчас дает деньги На тротуары Которые уже 30 лет Не ремонтировали Реконструкцию парка Со стадионом Исторический мост Отдельный вопрос Об исполнителях Этих проектов И не со всеми проектами Лично я согласна Но Жители Рады Все это страшно Но для таких маленьких Региональных городов Лучше синиться в руках Чем ничего Нет Это понятно Что для Саратова Он очень крупный И выгодный лоббист Просто Россия Стоит не только из Саратова А зачем Это к вопросу Единства Нашего государства Я считаю Что у нас просто Нет государства Я же говорю У нас очень слабое Очень слабое Очень слабое государство Мои знакомые Из Саратова Один бизнесмен Такого среднего уровня Региональный И пара человек Оттуда родом Вот то же самое Володин Спасибо ему огромное Он привлекает Свои Разумеется Решает действительно Многие вопросы Авторитетный чувак Саратов за него Мы там вздохнули При нем Конечно Так же как и про Дюбина Говорят в Где он там сидит В Тульской области В Тульской области Все то же самое Появился чувак Который высасывает бабки Из Москвы И к нам сюда запускает Спасибо ему большое Конечно конечно Кстати Вот Вопрос что эти деньги Там высасываются Из других регионов Как крепкий хозяйственник В то время там Можно так Тот кто умеет В министерстве Стукнуть кулаком по столу Выблокить бабки Вопрос что регион Сам деньги не начинает зарабатывать Тоже Помните историю с Матвиенко Который считался Последним эффективным Губернатором Петербурга Прежде всего за счет того Что она была во первых Сытые годы Тучные По настоящему тучные А во вторых Она смогла перенести Пролобировать эту историю С переводом В Петербург Штаб-квартир Несколько крупных компаний В том числе и Газпром Например Который налоги Начинал платить в Питере Кстати и суда Жукова Да Но это уже политический аспект Я про чистую экономику В данном случае Вот Ее ставили Там большой молодец Потом пришел Полтавченко Эта тема схлопнулась И бюджет города Схлопнулся чуть ли не на 30 Или на 40 процентов Сразу И закончились все большие Ну Там Многие планировавшиеся Большие стройки Всяких Орловских тоннелей И всего остального Метро И так дальше Поэтому За это в Питере Матвиенко Да Город не стал лучше Зарабатывать на туристах До пандемии Использовать какие-то Не стал эффективнее Там Ну бабки в нем появились Возвращаемся в эфир Итоги недели С Николаем Сванидзе Я вспомнил Николай Городич Короткая просто заметка Вот прям сейчас Значит у меня был Один товарищ Он сейчас живет Между Испанией И Прибалтикой Между Испанией и Прибалтикой Это хорошо Как многие кстати говоря Значит Большая дистанция Я тоже единоросс У самых корней стоишь Просто там Просто вот В самом начале Даже под билет свой Я помню Показывался Удивительным номером Номер два Значит Я помню Что мы с ним Куда-то мотались Он покупал Он покупал яхту На взятку Какого-то генерала С ним гоняли на юга Какую-то лодку За миллион долларов Ерунда в общем Ну по нынешним временам Деньги По тем временам ерунда Все это даже не скрывалось Ну в общем Короче Там рамсы туда-сюда И Значит Что любопытного Он при этом Будучи думцем Он тогда мне рассказал Что он ездит специально В большевичку Большевичка и что такое? Отелье Ну Пошивочная компания Фабрика И у него Значит А фабрика Большевичка По-моему Это была Большевичка Значит И покупает Эти мешковатые Большим Мешковатые костюмы За какие-то там 50 долларов За костюм Которые через две недели Теряют свою форму Там И он ходит в этом Кале Страдая Значит На В Государственную Думу И там по месту Своей еще там Работа Ну потому что Мне это хотя бы Было понятно И в часах полета Мне это было понятно Ну да То есть абсолютно Публичная скромность Вот смотрите Как за А это как раз Был наверное Год 2004 2005 Такое Начало путинизма Как Да правит он вечно Долго 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 Ну Ну вы бы сходите Из реалии все-таки Вечно Никто неправит Мало знаете Медицина творит чудеса Я к тому что Как удивительно Произошла Трансформация Властных Людей Психологии 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 Требований И так далее От все-таки Соблюдения Формальной скромности Да Демонстрации Демонстрации Парт максимум Такой да Наоборот К негласным Установкам Жить Нарочито Богато То есть установки Такие как Знаете Как у новых русских Первая половина 90-х годов Да Абсолютно Да Потому что Надо демонстрировать Не людям Даже Красных Презраков Правильно А самим себе И своим Куратором Что крюки На нас Всех Есть Вот Мы от них Не соскакиваем Совершенно верно Я на крюке Вы можете Меня не бояться Я на крюке Я не играю Я не играю в чистенького Не играю в скромность Я ваш Буржуинский Вы глобально согласны Абсолютно Абсолютно Конечно Сто процентов Это все для нашего слушателя Александра У нас есть замечательные слушатели Давайте Последняя новость Значит Коротко Президент Беларуси Лукашенко Передал часть своих Полномочий Правительству страны И местным органам Самоуправления Накануне это было Об этом сообщает Белта Функции главы государства По согласованию Эмиссии Дополнительных выпусков Акций Созданных в процессе Приватизации Открытых акционерных Обществ Перерабатывающих Сельскохозяйственную продукцию Акции которых Находятся в собственности Республика Беларусь Переданы правительству Также полномочия По организации Приватизации Переданы руководству Областей Областным исполнительным Комитетом В том числе Если акции указанных Находятся в собственности Область полкомов У них так тоже Организовано Я напоминаю Почему я эту информацию Зацепил Что в 2020 году Президент Лукашенко Заявил что Не допустит Российской Приватизации Белорусских предприятий Да По-видимому Дожимают Парни дожимают То есть все таки Так как там Все государственное Скоро Судья Зафиксирует Туше Все его Он снял Он как бы Снимает себе ответственность За то что Будет распродаваться И запускаться Ну естественно Речь идет о российских Компаниях Российский капитал В белорусские компании Стратегически важные Для нас МЗКТ Впускают Впускают к себе уже Российский бизнес Я думаю Что он уже постепенно Постепенно сдается Хотя он может Финтить долго Он может Финтить долго Пока речь идет Только Насколько я понимаю О сельхозпроизводителях Но Которые нам тоже Интересны Но прежде всего Нам интересны Конечно Сатергические предприятия Тут конечно Показатель будет Один главный Его сдачи Когда Нашу военную базу Там Установят Серьезно Согласен Вот это будет все Это будет Для него это будет Показатель Просто Белого полотенца Выброшенного Которое На ринг Выбросили Это также Свидетит о том Что сильно больших денег В ближайшее время Мы Лукашенко давать не будем Нет Потому что надо Чтобы он истончился Уже окончательно Конечно Обещаний будет много Публичных объятий Много На самом деле Его взяли за горло На запад Мы уже не дернуться С Китаем В отношениях Не сложились Глобально Да кому он нужен Восприятие у Лукашенко На месте Сергей из Минска Только что прислал нам сообщение Перестаньте пожалуйста Преступника Называть президентом Беларуси Вот такой вот комментарий От слушателя Без комментариев Без комментариев Если вы думаете Что мы с вами не согласны Вы ошибаетесь Друзья Николай Карлович Сванидзе Был в эфире Серебряного дождя Николай Карлович Спасибо большое Спасибо Благодарю вас Всем здоровья Все Вам ха от горького Доживете вы долго Доживете вы долго и счастливо Друзья С Виктором Набутовым Мы прощаемся До следующей недели А впереди Мужские игры С Никитой Небулицким Я напомню Что эту и другие программы Серебряного дождя Можно пересмотреть И переслушать На нашем канале В Ютуб Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ